Конечно, многие из нас мечтают стать киноактером, оказаться внутри кинокартины, но пока этим утром мы предлагаем вам оказаться внутри картин эпохи Возрождения, а также разгадать их тайные смыслы и рассмотреть, казалось бы, неприметные детали. Где можно это сделать, Маша? Такие возможности открылись для посетителей новой мультимедийной выставки. Работы известного итальянского мастера Джузеппе Арчимбольда в 3D-формате изучает наша коллега Татьяна Павловичева. Таня, доброе утро! Доброе утро, Петербург! Перед нами одна из работ Джузеппе Арчимбольда, которую он написал в 1574 году. Называется «Официанты». Здесь она представлена в 3D-формате. Таким образом, мы с вами можем со всех сторон рассмотреть этого необычного персонажа, который полностью собран из предметов, связанных с виноделием, из кувшинов, сосудов. На выставке в объеме представили 23 картины итальянского живописца. И подробнее об экспозиции мы поговорим с Александром Боровиченко. Доброе утро! Доброе утро! Почему вы решили обратиться к творчеству именно этого художника и в таком мультимедийном формате его представить? Уникальный художник – это предшественник Сальвадора Дали, вообще предшественник как бы сюрреализма. И у него огромное количество аллегорий, заложенных в работах. И очень удивительно, почему он фактически не был представлен у нас до этого. А какие технологии вы используете на этой выставке? Насколько было сложно их внедрить? Мы первые в России, кто сделали именно распределенную пространственную композицию на проекционных сетках в зале. То есть мы работаем в этом случае со всей глубиной зала, а не только с периметрами, как это обычно представлено на выставках мультимедийных. И в этом случае у нас здесь применяется больше 4,5 тысяч видеослоев. То есть это все вручную. Анимация, многие работы, предметы, они не были с обратной стороны показаны. А так как у нас идет на 360 формате 3D, то мы делали большую такую исследовательскую работу, поднимали архивы, все это искали. И только после этого мы это моделировали. Потом мы собирали эту работу, и у нас все это дело получилось. А вот рядом с нами портрет воды. Я так понимаю, работа над ним была наиболее кропотливой? Да, наиболее кропотливой. Здесь порядка 200 с лишним видеослоев. И, соответственно, здесь огромное количество обитателей морей и океанов, которые собраны в одной картине. Это тоже некая такая аллегорическая передача смыслов. Как вот в одном портрете человека могут уживаться обитатели, которые в стандартной жизни съели бы друг друга просто за одну секунду. Для посетителей выставки вы также подготовили аудиогид с психологическим анализом картин. Причем этот анализ подготовил кандидат психологических наук. Давайте тоже с вами проведем такой анализ одной из работ. Вот какие тайные смыслы сокрыты, например, в этом портрете библиотекаря, и что мы можем понять по его лицу? Да, портрет библиотекаря. Здесь глаза состоят из ключей, они повернуты в разные стороны. Соответственно, человек имеет доступ до какой-то информации, закрытой информации. Он как бы закрыт немножко и перекрывается, как защитой, толстыми книгами. Большое количество закладок в голове. Соответственно, он хранитель вот этих вот страниц с точными заметками. В том числе даже руки у него сделаны в виде закладок. А более подробно вы узнаете в аудиогиде, потому что про каждую работу там огромное количество информации, и это сделано максимально очень интересно. Спасибо большое, Александр. Спасибо вам. Таким образом, посетители на выставке также смогут поучиться читать человека по его лицу, и тем более читать таких необыкновенных персонажей картин Арчимбольда. И все это в необыкновенной обстановке, в необыкновенном пространстве. Специально для выставки была написана музыка, и далее авторы планируют разработать еще и ароматы для картин, чтобы усилить ощущение иммерсивности в этом пространстве.